Всем привет, это снова ISA, и сегодня у нас обзор нового элементированного кушена от Dior. Вот в такой вот красивой упаковке. На самом деле, кушен внутри точно такой же, который был у Dior до этого. Это серия Dior Forever. Сам кушен называется Perfect Cushion Foundation. Прямо такое скромное название. Идеальный кушен. И вот эта вот коллекция называется Dior Mania Gold. Насколько я знаю, можно сейчас купить только в Hertz. И то, мне кажется, там его раскупили. Так что я не уверена, где можно будет его купить. Я читала, что можно, в принципе, позвонить в бутик Dior. И там у них с ними договориться, спросить, есть ли у них в наличии, есть ли ваш оттенок. И давайте начнем по характеристикам. Здесь всего лишь три оттенка. И у меня самый-самый такой темный. Выглядит кушен вот так. Здесь такая вот красивая какая-то искусственная кожа с тиснением Dior. Сзади ничего особенного, просто крышка. И здесь по форме немножко напоминает мне, знаете, такие расчески, которые вот так надавишь на крышку. И вылазят такие щетинки, такие компактные для путешествия. И внутри он выглядит вот так. Ну, здесь зеркало круглое, без каких-то особенностей. К нему идет спонж, который я уже использовала. Внутри вот такая вот крышка отделяет сам кушен. То есть все такое стандартное. И вот как выглядит кушен. Он выглядел довольно темным. Я прям, ну, я купила самый темный. Это Neutral 2. Там есть, помню, Neutral Zero, Neutral One. И вот у меня второй. Мне показалось, что он темноват. Но в итоге это прям вот мой тон. Несмотря на то, что это нейтральный подтон, у меня подтон, как вы знаете, оливковый. Я боялась, что у меня просто лицо будет очень сильно диссонировать шеей. В принципе, немножко так оно и есть. У меня шея, видите, немножко такая зеленоватая-желтоватая. И лицо такое слегка розовое. Но все равно это не так сильно бросается в глаза, как я боялась. Здесь всего лишь три оттенка. И, как мне сказали, просто он, этот кушен, ориентирован на азиатский рынок. И азиаты, они обычно помешаны на том, чтобы выглядеть посветлее. Поэтому здесь только вот три светлых таких оттенка более-менее. Какие-то очень нерепрезентативные свотчи еще у них на сайте. Просто вот эти вот модели с идеальной кожей. Я даже не могла, вот судя по этим фоткам, понять, где там before, а где типа after. И в итоге оказался там, где у них половина лица чуть посветлее. И это типа после применения этого кушена. Я подумала, да, прекрасно. Помимо того, что здесь три оттенка, что еще там на сайте было написано. У него увлажняющие какие-то уходовые компоненты. Здесь есть экстракт анютиных глазок и розы. Заявленная стойкость 24 часа. Я не знаю, кто тональники 24 часа носит. Какая-то невесомая, значит, текстура. Так он должен прям мгновенно впитываться в вашу кожу и как бы баскироваться под кожу. И вообще не выглядеть тональником на коже. Что в принципе так оно и есть. Так, тут еще включение монтирующей айси. Я забыла сказать важную информацию. У меня тип кожи комбинированный. И с этим тональным средством я не использовала пудру. И посмотрите, вот часов 9, мне кажется, прошло. И несмотря на это у меня не особо блестит нос и лоб. Хотя у меня в этой зоне, ну, такое все довольно жирное, я бы сказала. Ну, не прям так сильно выделяется кожное сало. Но все равно, мне кажется, для тона, который был не зафиксирован пудрой совсем, смотрится вообще очень хорошо. И еще очень странный момент. Он был два дня назад, я уже третий день тестирую это тональное средство. И когда я снимала видео про корейскую косметику, там он у меня вообще не приставал к носу. И вот сейчас, видите, он у меня слез с носа. Ну, здесь вот я просто маску носила, и он мне немножко подстерся. Но почему-то, когда вот прям кожа очень сухая здесь была, и такая, которая собиралась шелушь вот к ней, он не перестал совсем. И только вот бьюти-блендером с большим усилием я как-то более-менее его нанесла. Поэтому, опять же, если есть какие-то несовершенства текстуры кожи, он не очень хорошо ложится на такие моменты. А вот там, где кожа хорошо выглядит, там вообще просто прекрасно выглядит, и не нужно его фиксировать. Вот что. Финиш здесь luminous matte, то есть сияющий, матовый. Я не знаю, я не говорю, это какой-то оксимурон. То есть он сияющий, но при этом матовый. Я не очень понимала, что они имеют в виду, но потом я в итоге поняла, когда смотришь на кожу, она сияет не таким вот влажным блеском, такой, знаете, напитанной кожи. Она вот прямо сияет, как будто там какие-то светоотражающие частички есть. Но вот сейчас у меня уже проступило мое кожаное сало, поэтому выглядит немножко, немножко чересчур, мне кажется, сияние. Вот, но когда только наносишь, смотришь вблизи, и видно, что финиш действительно матовый, но при этом он отражает свет, и действительно есть такое сияние, но не сияние влажной кожи, как обычно. Вот у меня тоже есть сияющий тон, это Flower Beauty, да, супер бюджетный. Здесь сияние вот именно такой прям ухоженной кожи, такой прям супер увлажненной, прям вот влажной кожей он сияет, здесь все-таки немножко другое сияние. Не могу сказать, что это сияние на 100 долларов австралийских, но все равно очень красиво выглядит на участках кожи, где у вас очень хорошем состоянии кожи находится, потому что вот здесь вот на лбу, да, где у меня кожа нормальная, вот здесь вот на щеках, тон выглядит очень хорошо, мне все написали, ты выглядишь моложе, тебя этот тон освежает, такое красивое сияние и прочее, прочее. Но вот здесь вот, где у меня всякие несовершенства, прыщи, какие-то волоски, пигментация, все это не, он недостаточно покрывает, у него очень легкое покрытие, при том, что я старалась его понаслаивать прям довольно много. Но, во-первых, это расход просто большой, учитывая, что здесь всего лишь 14 грамм, при этом я даже думаю, блин, 14 грамм здесь должно быть больше. Вот, посмотрите здесь, давайте я вам сейчас отодвину спонжи, и видите, какой маленький спонж, и я не знаю, насколько применения его хватит, явно не на много. И заявлено, что 14 грамм, я думаю, они что вместе с губкой мерили, потому что, ну, 14 грамм это, в принципе, довольно много, потому что вот, например, Huda, да, этот Stick Foundation, его тоже очень мало, но хватит намного больше применений, я уже прям сейчас могу сказать. И здесь 12,5 грамм, здесь тоже такая очень легкая текстура, при том, что это почти как эбульсия, но все равно здесь 12,5 грамм. И как вот здесь вот у Dior, 14 грамм поместилось, я не знаю. Вообще стандартные, да, вот в таких вот тональниках, по 30 миллилитров обычно тон, вот, например, тональник Patna Ground, здесь 35 миллилитров, ну, видите, какая большая бутыль, вот такие тональники, я вообще редко заканчиваю до конца. И, в принципе, я не против, что здесь так мало продукта, но, блин, здесь его очень мало, и рефил стоит. У нас очень большие наценки на люкс в Австралии, вот такой вот кушен стоит 100 долларов австралийских, и кушен к нему за 66 долларов австралийских. Покупала я его, я напомню, в Харротс, и он там стоил 71 австралийский доллар мне, потому что я покупала с 10% скидкой. То есть, получается, рефил к нему будет мне стоить 66 долларов, на 5 долларов всего лишь меньше, и вообще, мне кажется, просто какой-то грабеж. Какие у меня еще впечатления, кроме негативного впечатления о цене и количестве продукта? В принципе, положительные, мне нравится это тональное средство, для меня это был мой первый кушен, я удивилась, как быстро можно его нанести, и наносить лучше всего бьюти-блендером. Также я попробовала наносить вот такой вот кистью, она слишком мощает, на самом деле, кисть для пудры, но у меня нет каких-то прям плотно набитых кистей для тона, поэтому я попробовала кистью наносить, и вот ей, из-за того, что она такая не очень плотно набитая, получалось очень такое легкое покрытие, и, мне кажется, продукта меньше расходовалось, чем бьюти-блендер, бьюти-блендер все-таки кушает тоже достаточно средства. Мне кажется, если кисть была бы прям плотно набитая, тогда было бы такое нормальное покрытие, в принципе, наверное, кистью тоже можно наносить, и вот этот вот спонж, который мне в комплекте идет, он вообще не понравился, им как-то было, во-первых, неудобно, он очень маленький, пока на все лицо нанесешь, мне кажется, можно подустать, вот, его действительно, мне кажется, нужно, когда берешь кушен с собой, просто где-то там подправить, но вот как основной инструмент нанесения вряд ли его можно использовать. По поводу того, как он носится, носится он тоже очень хорошо, я вообще не чувствую, мне кажется, из всех тональников, меньше всего я чувствовала этот стик вот худый на лице, но его побил, конечно, Dior, потому что Dior я не чувствую абсолютно. Трогаю свое лицо, оно вообще чувствуется просто, как будто моя кожа, тон вообще абсолютно не липкий, не влажный, никакого вот, никакого дискомфорта не вызывает, и действительно ощущение, как будто он немножко увлажняет, потому что, ну, точно не сушит, и при этом кожа не жирнится, вот она у меня сейчас, видите, немного блестит, но при этом в меру вроде как блестит, просто у меня здесь бьюти-свет увеличивает всегда блеск, а на самом деле она в жизни выглядит нормально. То есть носится он хорошо, маску я одевала, немножко у меня, конечно, подстерся с подбородка, но, в принципе, вот здесь на щеках все нормально осталось. Кстати, обратите внимание на хайлайтер, хайлайтер очень нравится, это бюджетный хайлайтер от Revlon, называется Skin Lights, прям очень нравится мне, в последнее время только им пользуюсь, и дает вам такое красивое сияние, мне кажется. Так, я продолжаю говорить про Cushion, носится он отлично, но у него, большое но, у него такое легкое покрытие, и помимо этого, если у вас есть какие-то шелушения, или какие-то сухие участки кожи, или просто что-то не то с текстурой, он, мне кажется, будет все это подчеркивать, потому что у меня вот здесь вот самое, хуже всего он выглядит на подбородке, то есть там, где у меня лоб, это щеки, да, там, где у меня кожа нормальная, такая, ну, очень гладкая, там вообще просто прекрасно выглядит он, блин, вот здесь вот у меня видно все эти шелушения, и там, где кожа была сухая, прям он немножко подчеркнул мне сухую кожу, также вот всякие вот волоски, все вот это вот он подчеркивает, и мне этот момент не очень понравился, учитывая еще его особенно стоимость, и получается у него, и получается я могу его рекомендовать только каким-то состоятельным людям с очень красивой кожей самим по себе, вот на них этот тон, если им просто нужно, ну, не знаю, выровнять тон кожи, да, или там какие-то, ну, не выспались, да, какие-то круги там, может, небольшие под глазами, то есть если у вас нет каких-то там прям выраженных прыщей, да, как у меня, выраженных высыпаний, и какой-то вот участков сухой кожи, тогда вам очень подойдет этот тон, вы с ним будете выглядеть, как будто, ну, действительно у вас нет тона на лице, и при этом он выровняет отлично цвет кожи, вот, но это такая узкая аудитория, мне кажется, состоятельные люди с прекрасной кожей, ну, хотя, в принципе, все логично, потому что если деньги есть, то и кожи, наверное, в хорошем состоянии, но все-таки хочется купить тональник, который можно наслоить до такого прям плотного покрытия, я потому что не против легкого покрытия, но иногда вот, ну, нужно там как-то не очень в хорошем состоянии кожа, и вот этот тональник не очень получается наслаивать, когда его наслаиваешь, он уже теряет вот эту вот эфемерную красоту, и как-то обычно выглядит просто такая вот штука, ну, не то что стукатурка, ну, не знаю, вот по покрытию начинает напоминать мне Estee Lauder, который Double Wear, который тоже, если кожа сухая, начинает какое-то вот, ну, видно, что прям тональное средство на лице. И он красиво выглядит только, когда он таким ровным тонким слоем нанесен на лицо, но при этом, я говорю, он не будет перекрывать прям какие-то серьезные несовершенства, высыпания, гиперпигментацию. Тогда, ну, не знаю, мне не нравится этот момент, что он не наслаивается хорошо. По поводу консилера у меня тоже спрашивали, как он работает с консилером. Я использовала консилер свой любимый от Pat McGrath, не знаю, где-то он тут лежит у меня. Очень классный консилер, он сам по себе, вообще с любыми тональными средствами, у меня не было ни разу, чтобы они не подружились. И с этим тоном не исключение. В принципе, можно, конечно, используя консилер, как-то пережить то, что у него не такое сильное, не сильное покрытие. Если бы он стоил хотя бы как Estee Lauder Double Wear, я бы, конечно, вам его рекомендовала. А так как-то вот, ну, не знаю, посмотрите, там вот дальше будет нанесение, будут прям очень-очень крупные свочи на лице. То есть я прям буду делать такую макросъемку, где видно просто все, мне кажется, каждую поруну и волосинку у меня на лице. И решайте сами, нужен вам такой тон, потому что его мало и он довольно дорогой. Ну и, собственно, дальше там будет нанесение и покажу пару чекинов промежуточных. Но вот это вот мой последний чекин. Я после монтировки, после того, как я отмонтирую это видео, я, наверное, все-таки смою и пойду уже спать. Потому что, мне кажется, я носила этот тон часов 9-8 и уже хочется всю косметику смыть. Я надеюсь, видно кожу. Ну, вот видите, вот именно какие-то проблемы на подбородке. Ну, вот видите, как бы на лбу и на щеновиках просто идеально смотрится тон, но на подбородке все-таки не очень хорошо. Так, ну что, собственно, приступим к нанесению. Я решила в этот раз попробовать кистью нанести. Если не получится, я продолжу спонжем. Очень прикольный запах. Прям вот вообще не могу вспомнить, чем он пахнет, но очень знакомый вообще. Кисть, мне кажется, слишком неплотно набитая для этого тона. Так, ну и что, собственно, вот получается у нас на этой щеке нанесение кистью. Здесь я хочу попробовать консилер нанести под тон, а здесь нанести консилер поверх тона. Вот, и смотрите, какое у меня покрытие на моей правой щеке. Прям просто очень невесомое. Если попробовать спонжем, то будет, конечно, побольше нанесения. Использую мой любимый консилер от Pat McGrath. У меня он в оттенке LM9. Ну и вот, собственно, кожа после консилера. Мне, в принципе, кажется, что вообще консилер прекрасно перекрыл всякие неровности. И вообще его на коже не видно. Я бы, на самом деле, если бы не делала какой-то супер-глем-лук, я бы так и пошла, наверное, гулять. Но мы сейчас все-таки тестируем тон. Я принесла спонж. Посмотрим, как со спонжем. Мне кажется, все-таки спонжем лучше всего получается. Ну вот, теперь давайте нанесем консилер поверх тона и посмотрим, как он поверх тона смешивается с консилером. Так, ну вот, собственно, консилер. Мне кажется, вообще хорошо подружился с этим тоном. Но мне кажется, этот консилер, он вообще с любым тоном подружится. Он вообще очень классный. Мне прям нравится, как он смешивается с любым тональником, как он выглядит сам по себе на коже. И с этим тональником он не был исключением. Все сработало нормально. Я хочу еще раз попробовать пройтись поверх, там, где у меня кистью было нанесением, и добавить немножко тона спонжем. Так, ну, спонжем вот реально лучше всего, мне кажется, получается. И с покрытием чуть побольше. Все-таки выглядит прям гораздо лучше. Давайте я сейчас поднесу к дневному свету и покажу, как все это выглядит в естественном освещении. Так, ну вот, я стою напротив окна. Прям очень близко покажу вам свою кожу. Мне кажется, тон очень естественно выглядит. Видно все мои какие-то несовершенства кожи. Но в таком более гламурном виде. Покрытие, конечно, такое достаточно легкое, несмотря на то, что я понаслаивала всего. Так, ну это мой промежуточный чекин. Прошло, мне кажется, часов пять. И мне кажется, тональник стал лучше немножко выглядеть. Он, конечно, подстерся немножко маской, и мои всякие несовершенства стали больше видны. Но вообще он как бы смешался с кожным салом и стал как-то более естественно, что ли, выглядеть. Вообще, если бы все вот эти мои прыщи не просвечивали, то мне бы даже нравилось, как он сидит. Но так, мне кажется, немножко не хватает мне покрытия. Ну и что я хочу сказать про это тональное средство. Я его рекомендую тем, для кого это будут не последние деньги. И для тех, у кого все с кожей хорошо. Ну, не очень большой круг людей, мне кажется, получается для этого кушена существует. Но не отнять все у него заразы, конечно. Он красивый. И вообще, мне кажется, вообще самый красивый кушен, который я видела. Я, наверное, попробую все-таки корейские кушены, потому что мне некоторые писали, что, в принципе, у корейцев есть очень классные кушены, тоже с таким красивым финишем. И там гораздо больше средства с дополнительными рефилами за гораздо меньшие деньги. И, в принципе, кушены мне очень понравились тем, что вот они реально удобные. То, что наносится все очень быстро, можно бросить сумку с собой побежать. И в период масок, мне кажется, вообще это суперудобно. Там можно, ну, там, не знаю, где-то забежать в туалетную комнату и поправить макияж. Так что, в принципе, я не жалею, что я купила, но боюсь вам его советовать, потому что я уже сказала почему. Ну, и, собственно, на этом я, наверное, завершу свой обзор. Если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, то, пожалуйста, конечно, пишите. И лучше еще пишите мне в Инстаграме. Там, мне кажется, я быстрее всем отвечаю чаще. Ну, и спасибо, что досмотрели до конца. Пока!